Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Юза Люшковский. Маскировка. Доперестроечная фантазия. Вот ты, Гриша, хоть и генерал-лейтенант, но брательник мой, и если ты не веришь мне, если не прекратишь погонами трясти и орденами брякать от хохоту, то я тебя и за хер собачьей считать не буду, не то что за генерала. Да, это произошло в тринадцатую зарплату, которую, говорят, изобрел сам Карл Маркс, но при культе личности скрывали ее от рабочего класса, скрывали. Только не вороти свое рыло генеральское от культа личности. Знаем, почему он вам по сердцу пришелся, знаем, и ты знаешь, что ты поразит с окладом, с дачей, с машиной, блядь, с филе тресковым и так далее. Ах, разъяснить тебе, почему ты поразит. Если ты целыми днями орешь смирно, пожалуйста, на тебя никто нападать не собирается, вот и все. Нахуй ты кому нужен? Америке? Она сама с собой никак не управится, и если даже допустить, что она тебя завоевала, то что ей с тобой с одной шестой частью света делать? Пьянь, рвань, варье и придурков партийных с военными себе на шею вешать? Безрассудно. Китай, говоришь? А не ты ли, сука такая, обучал китайцев танки наши водить и косой ихний глаз к нашим пушкам приноравливал? Не ты? Вот помалкивай тогда и слушай, как твоего родного братца отпетушили. Отпетушили. Нет, не в треугольнике, не в спортлото, а в буквальном смысле. И куда в этот момент смотрела наша милиция, я не знаю. Глупо даже меня спрашивать об этом. Итак, тринадцатая зарплата, в гробу бы я ее видал. Я спускаюсь за ней в нашу подземную бухгалтерию. Ты, братец, не притворяйся, что не понимаешь, почему в подземную. Прекрасно ты все, хоть и не здешний генерал, понимаешь. Но чтобы ты лучше разбирался в деталях нашинской жизни, я тебе сболтну пару военных тайн. Мы тут наверху боремся за то, чтобы наш город Старопорохов выглядел самым грязным, самым аморальным и самым лживым городом нашей страны. Маскируемся одним словом, а под нами делают водородные бомбы. И товарищ иностранец, разумеется, ни о чем не догадывается. Сам я маскировщик восьмого разряда. Мое дело алкоголизм. Бригадир. Как получка, так моя бригада надирается, расходится по городу, балдеет, буянит, рыло чистит гражданам, тоже маскировщикам по профессии, а я, как старшой, должен завалиться на лавочке возле Ленина и дрыхнуть до утра. Как я выучился, как пошел по этой части, так с бабой, с Дуськой начались у нас нелады. Я же все на работе и на работе, поскольку пить надо, естественно, от получки до получки, а жарить Дуську некогда. Утром вся моя бригада опохмеляется, потом собрания бывают, товарищеские суды и так далее. Общественных обязанностей тоже хватает. И бригадирство свое давно бы бросил, если бы не сукоедя на одна из бригады. Вот рассчитаюсь с ним и брошу. Но о нем речь впереди. В общем, с бабой не лады. И не у меня одного. У всех моих алкашей дома преисподняя. Ужас, мрак. Мы, ударники коммунистического труда. А дети у нас выпадают, как шары в спортлото. Все не то и не то. Запоздалое развитие, замедленные реакции, негативизм, рахит. Хромосом каких-то не хватает. Глухие, одноглазые. Шесть пальцев, правая рука левая. А левая правая. Всего не перечислишь. Рекорд Тетерин поставил. У его нового Игорька два языка. И оба говорящие. Да, братец, не удивляйся. Маскироваться от Пентагона — это тебе не берлинскую стенку охранять. И всяких чехов перевоспитывать. Повторяю, не удивляйся. Наши электронщики все выверили, просчитали и запрограммировали. Как спутник американский пролетает над Старопороховым, так у наших гастрономов очереди выстраиваются. Вроде бы мясо, масло и колбасу дают. Автобус переваливается по колдоебинам. Пионерчики маршируют. Поют песенки про вечно живого Ильича. Грузины гвоздику продают. Бляди куда-то бегут за дубленками. В парках драки. В баньках парятся. Театры, конечно, танцульки. Одним словом, видимость жизни заделывается. Маскировка, братец, маскировка. И я вот иногда прочухаюсь после работы, просплюсь, щец хлебну с чесноком и сметанкою, выйду на нашу фрунзенскую набережную, сяду на пригорочек над речкой пушкой, гляну вокруг на мостовые горбатые, на дома вшиво серые, на общую облезлась жизни, на зачуханность своих земляков и несчастных детишков, и чую, гордость в душе шевелится. Сколько же, думаю, сделано за эти годы, ебит твою мать? Сколько объектов маскировочных построено? Больницы, школы, ясельки, садики, кинотеатры, в которых такое говно показывает, что сразу бросаешься к телевизору, а там тоже сплошная маскировка. Ну, я это отвлекаюсь. Немало сделано за эти годы. Вот бассейн открыли новый. Море, а не бассейн. В нем уже трое из нашей бригады во время исполнения служебных обязанностей потонули. Шпионы, дипломаты и цервушники, бывает, приезжают и купаются в нем. Спутники самые секретные американские над ним летают. И что? А то, что Пентагон только соплю в себя втягивает зеленую и не допирает, что под самым бассейном у нас реакторы установлены, и бассейновая вода охлаждает их, очищается и опять наверх подается. Понял? Вот это маскировка. Ну, хули там бассейн? Ты стадион возьми. Под ним портком первичной сборки водородных бомб. Матч идет. Наши маскировщики-болельщики вопят шайбу, шайбу, а внизу портком заседает и решает взять повышенные соцобязательства к шестидесятилетию советской власти, выдать на гора сверхплана восемь бомб. И нету у Пентагона такой техники, чтобы подслушать речюги нашего порткома, когда орут ребятишки «Шайбу! Шайбу!» Это вам, падлы, неутергейтская гостиница. Сижу я, значит, на пригорочке, над речкой и пушкой, любуюсь городишком своим старопороховым и лыблюсь про себя с большим удовлетворением. Чего только не писали и не пишут о нем в вонючих зарубежных газетках. И голоса его всякие ругают, и по волнам немецким бубнить не перестают. Дескать, дороги плохие, мясо, масло, филе трескового в магазинах нету. Врачам времени хватает, чтобы вылечить только одного шестого, а пятеро или хворают, или же подыхают. Дескать, зарплата низкая, религии убивают, обувь говно, старый автомобиль дороже нового стоит, сажают кого-то, высылают, пшеницу у Америки покупают, бам строят с песней, равнодушно голосуют за народных судей, воруют повсеместно, и на народ, в общем, непохожими стали. Душевно разложились, даже не для маскировки пьют. Пьют, пьют, пьют. Да, думаю, я на пригорочке. Все это обстоит именно так, а может еще в тысячу раз хуже, потому что своему глазу виднее. Да, обувь говно. Да, пьем. Но зато сие наверху, на земле, вокруг нас, так сказать, а внизу, в просторных, залитых, блять, искусственным солнечным светом цехах, лабораториях, кабинетах, взрывариях, порткомах, лучшие советские люди куют в белых халатах атомно-водородный щит нашей Родины или же меч, если мы ебнем по вас первыми, господа удавы. Подземная наша служба знает свое дело туго, а мы, наземная, тоже не олени сахатые. И план перевыполняем, и рационализацию не забываем. Насчет плана, братец, дело обстоит так. Так, лично моя бригада пьет в счет 1999 года. Теперь рационализация. Поддали мы как-то на профсобрании все вместе, и Тетерин, у которого Игорек с двумя языками родился и растет, предлагает, снизить надо качество водки. Аплодируем. Ведь вроде дурак дураком ходил Тетерин, у бензоколонки, где интуристы-шпионы заправляются, валялся на своем посту пьяный, а тут пошевелил мозгами и выдал буквально инженерную и экономическую идею. И ни одна голова до этого раньше не додумалась. Хотя идея просто валялась на поверхности нашего Старопорохова. Про Тетерина потом статья даже появилась в высшей правде. Идея, простота и изящество. Он, сука такая, революцию, можно сказать, произвел в виноделии. Химики сходу внедряют его предложения в жизнь. Снижают они качество водки. Не сразу, между прочим, снизили качество. Несколько лет химики бились. Не давалось водяра, не хотело портиться. Но одолели-таки ее, наконец. Государству она стала обходиться в сотни раз дешевле. Обалдеть мы, самогонщики-маскировщики, стали сильней. С похмелья злей стали. И дети опять же выходят косорылыми с гнилой геной. Коэффициент маскировки, следовательно, выше. Так-то вот, братец, вкратце обстоят дела в Старопорохве. Все, что слышал, забудь. Не то меня в реактор бросит без всякого суда, как Пронькина. И собирай тогда, братца, обратно по молекуле. А раз уж я растрепался, то стесняться теперь своей информации не намерен. Я тебе все выложу. Сегодня у меня отгул. Мы на кладбище сходим, посидим над могилкою, Стариков помянем, Потом пообедаем в Дуськиной, бабы моей столовой. Она нам в кабинете накроет. И я тебе отвечаю, закусим от пуза, без всякой маскировки. Селедочка, значит, селедочка. Дунайская, с нее шкуры сдерут, А жир на ней такой, братец, нежный, Что тает на твоих глазах от тепла и света электролампочек. Перламутр, по соляночке врежем, Тоже без маскировки, не то что для работяг. И почечки в ней парные, и сосисочки, и мясцо, и каперсы. Все, что положено, вплоть до маслин. И, разумеется, шашлык. Ты такого в Кремле не рубал. Туфты в нем не вот столички. Барашек. Дуська его в сухом вине вымачивает. Лучок, травки там, перчик. С ума сойдешь. Живой шашлык. Форменно живой. Жевать его абсолютно не надо. Он сам в тебе до самого желудка распоряжается. Кстати, работяги, маскировщики наши, Народ, одним словом, все знают. Как же не знать, Если им шашлык из бельдюги и акулевое мясо дают, Жареный на сковородке, на постном масле, В котором до этого уже тысячу пончиков отожгли. Все народ знает и понимает, между прочим, Что шашлык, наш с тобой шашлык, Или же кремлевский, Это шашлык секретный, А ихняя солянка, бурдовая, Ржавая селедка и биточки по-домашнему, В которых мяса мороженого Меньше, чем в голодном клопе крови, Маскировка. Ведь ежели бы, братец, народ наш Не был такой сознательный и грамотный, То, конечно бы, он от такой жратвы Взбрыкнулся и устроил Вторую Октябрьскую революцию, Самую натуральную. А он понимает, змей, Задачу партии и правительства. Кует ядерный щит, Хуй кладет на качество пищи, И что тресковое филе куда-то пропало. Он сыт не хлебом единым, Не то что ваше генеральское пиздобратье. Ну, а после обеда пойдем на могилку. Нашим повезло, Они на кладбище по-человечески захоронены. Сегодня остальных жгут, А цветочки и букеты, Те, что в гробы мы кладем напоследок, Не сжигают. Ими опять на тихом рынке бабы торгуют. Я один раз в женский день купил такой букет, А он тоскливо пахнет, тоскливо, Но свежий, хорохорится. От этого все же вернулся, И говорю бабе, Ну что, проститутка, Как живешь с этого? Спасибо, говорит, маскируемся потихонечку. Скрипнул я зубами, Хотел бабе в рыло въехать И в ЦК КПСС оттащить, Но тут время было спутнику пролетать Пентагонскому. Я в картофельном ряду свалился, Букет под щеку, Заснул. Да, братец, Нашим старикам повезло. А если бы не бетонщик Вуков, Сволочь такая, Куровый сачок, То не запретили бы кладбище. Слово даю, не запретили бы. Парторг наш тогда сказал на митинге, Успокойтесь, товарищи, Не может исторически так быть, Чтобы партия всех вас не похоронила. Что же он сделал, гад такой, этот Вуков? Сидим мы один раз в подземном дворце На торжественном концерте В честь Дня маскировщика. И только Райкин сказал Зыкиной, О-ха-ха! Смерть капитализму! Как сверху, Чуть не на них, Труп с гробом шмякнулся. Грохнули мы с сосмеху И аплодируем. Не слышим, как Райкин Сатиру свою несет о недостатках, А Зыкина же продолжает петь Россия, Россия! Сам труп из гроба выпал, Лежит нелепо в черном костюме, Босой, растерянный, Цветочка в гробу забить, братец, Нет ни одного. И вдруг Тетерин орет, Папа! Взбирается на сцену, Зыкину с Райкиным Раскидывает кебени бабушки, Берет труп под мышки И опять в микрофон орет, Товарищи, это же Папа! Мы по новой аплодируем, Грохочем, Вот, думаю, номер хуякнули Ко дню маскировщика, А с потолка земля сыпется И скелеты. Всю сцену завалило, Тут сразу стала ясна авария. Потом уже экспертизу навели, Ну и конечным делом Оказалось, Виновен Вуков. Арматуру, сволочь, Забыл в перекрытие положить, Потому что из этой Арматурной проволоки Делал ограды на кладбище, Халтурил, Он же прямо под ним вкалывал. Вот кладбище и провалилось на сцену. А Папаню Тетерин Еще раз хоронил. Что-то у него все двойное, Похороны, поминки, Язык у Игорька, Хотя сам сволочь, И если бы не он, Никогда бы я педерастом не заделался. Ты, братец, не волнуйся, И до этого дело дойдет, Все узнаешь. Только держись, Держись, братец-генерал, Жизнь прожить это тебе Не границу с Чехословакией И перейти, Как любит говаривать Мой дружок Вася. Он тоже вроде тебя танкист, Но хрен с ними, С вашими танками, Хотя все равно Ни я, ни моя бригада, Сколько ни крутим Своими шариками, Ну, никак не можем понять, Почему мы захватили Эту ебучую Чехословакию, Если она Нас захватывать не собиралась, А вот на Китай Не двинулись, Не врезали по нему лазером. Почему? Во-первых, Мы перед сменой газеты читаем И видим, Китайозы такие наши враги, Смертельные, И такая внутри у них Катавасия происходит, Что ни в какие Кремлевские ворота Не лезет По сравнению с чехами, И маскировочка у них Почище нашей, А под каждым городом, Под каждой даже говорят Фанзой, Или же завод, Вроде моего, Или же шарашка, Где они вручную В водородке мастырят. Они такой технологии Не брезгуют, Лишь бы было чем По нам вдарить. Так почему же Генеральская твоя харя Политбюро Такую хуйню допускает? Что оно, Очумело что ли? Что не просралось После банкетов И вечного праздника? И не понимает, Что у китайцев Не 800 миллионов человек, А в два раза больше, И остальные Под землей На бомбах И ракетах заняты? Им же Зорги-2, Зорги-3, Зорги-4, И даже Семнадцатой Зорги Каждый день Морзянку Отстукивает Пиздец, 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 Что им? Третьей Отечественной войны Захотелось? По военной Романтике Соскучились Суки Брежневу, конечно, Хули Выйдет на мавзолей, Бровками двинет, Откашляется, Стаканчик Коньяку Хлобы снет И, вроде того, Рябова и любимого Слезу в микрофон Пустит. Дорогие братья и сестры, Дети и внуки, В этот охуевающий Тяжелый час Для нашей Родины Я обращаюсь К вам, друзья мои. Враг ховарно Перешел границу У реки И сорвал Строительство Бама. Смерть китайским Окупантам. Не все, Коту-масленица, Головокружение Будет за нами. Я По твоим глазам, Братец, Вижу, Что ты именно Этого хочешь. Мой друг Кирюха Моисей Он еврей И поэтому Стихи пишет. Правильно говорит. Поэт хочет Умереть на родине, А генерал же На войне. Вот ты иди, Залезь на Останкинскую башню, Выпей в ресторанчике Поднебесного Полбанке, Закуси, Повоюй с проклятыми Официантами, Бутылкой шампанского Окно выбей И лети себе вниз Погонами, Как крылышками, Помахивай. А меня и мою Бригаду, Сколько в ней, Между прочим, Человек, Я тебе никогда Не открою. Это святое у меня, Тайна. Бригаду мою, Подчеркиваю, Не тяни за собой, Не тяни. Хватит с нас. Нам 60 лет уже Всем до единого Стукнуло. У нас гражданское За плечами, Голодухи, Раскулачивание, Посадки, Утра, А в кармане Двушник. Хватало его Раньше с чаевыми, Чтобы до дома Добраться. И еще на кружку Пива оставалось. Что же наблюдаем Теперь? Таксист Тебя выбрасывает На полпути И прешь до дому На своих. Прешь Чуть не на карачках, До того ты Домаскировался, План выполняя. И старался ведь Не для себя, А для того же Косыгина. Пентагон Объябывал. Так зачем же На такси Цену удваивать? Вы лучше Бомбы подешевле Придумайте. Вы со своих Физиков И электронщиков За то, Что они Мозгами Падло не ворочают В защите Сполна. Я у Порторга На днях спрашиваю. Можно мне Как бригадиру Выйти на тихий рынок И сказать народу, Что Косыгин Козел. Где тресковое филе? И руки прочь От такси. Порторг говорит Выходи. Ари сколько вздумается. Янки как раз Со спутников Нас подслушивают И заявляй Что хочешь. Это даже Великолепно будет Для объективной Маскировки. Ты знаешь, Спрашивает Порторг, Что мы в Хельсинки Соглашение подписали? Вот и ори. Создавай Демократию И свободу слова. А что с тобой делать Решим позже. Хорошо. Прихожу на тихий рынок. Объект тяжелый. Гипкорпус Продукты тут покупает. Потому что От нашей магазинной еды У него гастрит И сжога И камни в желудке. Почем говорю Говядина? Шесть рублей Отвечает колхозница. У нее задача Маскировочная. Но Сверхсекретная. Мы с бригадой Бились, бились Никак не могли понять Почему партии Правительства Изредка продают Народу мясо В три раза дешевле Чем какая-то Краснорылая сучка. Но почему? Я понимаю Гипкорпус Тут пасется. Но народу-то Старопорохови Больше, чем ЦРУшников. Неужели колхозники Так заелись Что диктуют Свои цены Не только нам, Но и членам Политбюро? Это товарищ Братец Генерал-лейтенант Уже не диктатура Пролетариата, А грабеж Среди бела дня Того, Кто зимний Взял И исключительно Отдал Этот красивейший Зимний дворец В руки Парторгов Секретарей Секретарей Бэнгельс В капустно-квашеном Рынку Повторяю Тихий рынок Один из моих Объектов И халтурю я там Подрабатываю Ведь у нас Алкашей Маскировщиков Как бывает Выйдешь на работу А материалов Нет Не останавливают Производственный Процесс Приходится на свои Брать Водяру Или же Одеколон Керосин Кармазин И солнцедар Проклятый А своих у нас Почти всегда Не шиша Бабы отбирают Алименты И так далее Спецову к нам Кстати Косыгин Не выдает Это у него Зыкина Перед каждой песней Переодевается Как будто Пачкает ее песни А мы во всем Своем работаем Дудька моя Бывала говорит Вот сволота Пьянь Я в химчистку Бегать не успеваю А я ей тогда В ответ Покуха Дуся Я не Брежнев Леонид Ильич У меня один костюм А у него Двести миллионов И я в своем К тому же и дома И на посту И на партсобрании Так что На рынке Я подхалтуриваю А пост мой Основной На лавочке Около Ленина Там меня Между прочим И огуляли Пидором сделали Но Возвратимся К тринадцатой зарплате Нас в тот день Бригадой Коммунистического труда Сделали Вымпел вручили Пару каких-то Знамен И прямо на сцене Дворца съездов Потолок К тому времени Заделали в нем Чтоб трупы И скелеты Вниз больше Не шмякались Прямо на сцене Видная такая Хмырина Главный инженер По замораживанию Зарплаты Выдает нам Конвертики Голубки На них На конвертиках Летают И в клювиках Лозунги несут Народ и партии Едины Слава КПСС Мы придем К победе Коммунистического Труда Я в ответ Речугу кидаю А сам Наверх Посматриваю По моим Расчетам Могилка Всех наших Прямо над Трибуной Должна Находиться И как-то Муторно Мне на душе От этого И стыдно Почему-то Слова Говорить Тоскадним Словом Не могли Уж Дворца Съездов Не под Кладбищем Расположить А под Вытрезвителем Скажем Или под Зоопарком Всегда У нас Какая-то Хреновина Происходит С проектами Идиоты Везде Сидят Ну Что-то Я с трибуны Вякнул Вызвал На соревнования Бригаду Шульцова Они посуду Пустую Собирает И сдают Это Говорю Дорогие Товарищи И есть Коммунистический Труд Одни Больше Выжрут Другие Следовательно Больше Сдадут Порторг Мне лично Тогда Похлопал Тот день Почему еще Ответственный Такой был Американцы Запустили Сразу Восемь Спутников И выходило Так Что они Старопорохову Нашему Продуху Не давали Один Пролетит За ним Другой Порторг Всем нам И наказал Чтобы все Как в Большом Малом Театре Было Ребята Маскируйтесь В общем Одно К одному Все В тот День Поперло И Тринадцатая Зарплата Которая Как сказал Порторг Зеркало Прибавочной Стоимости И Митинг Всех Бомбоводородчиков Поддали Мы Сначала За Манькиным Пивным Ларьком Потом За Анькиным Затем За Зинкиным Тетерин Вдруг Орет Летят Летят Из-за Луны Один Другой За месяц А Петя Транзистор Свой Достается Антипомехами И точно По свободе Какой-то Трус И предатель Вещает В этой Бездуховной Атмосфере Отравленной Лживой Пропагандой Мертвых Идей Мутная Волна Алкоголизма С головой Накрыла Все слои Населения Я говорю Бригаде Вот что значит Отличная Маскировка Не успели Спутники Пролететь Как про нас Уже Голоса Передают Спасибо Ребята По постам Разойдитесь Сам тоже Иду Не помню Как на пост Но думаю Сильна у них Техника Сука такая Сильна Только дура Не видит За гнилым Фасадом Существования Наших Недостатков Главного Лежу на лавочке Возле Ленина В небо смотрю Не стесняюсь Нисколечки Фотографируйте Падлы Пронзайте меня И всю мою бригаду Инфракрасным звуком Мы свое дело Сделали Взяли удар На себя Зато под нами Физики Теоретики Сидят Лбы у них Титановые Сидят И кумекают Как сделать так Чтобы бомба Была поменьше А взрыв ее Больше И чтобы удобно Было перевозить Бомбы С места на место Вот ты братец Хоть и генерал Лейтенант Но ни хрена Не знаешь Как бомбы Атомные И водородные Маскирует Но тебе я скажу И ты меня не продашь Потому что Подгорный Новый указ Подписал Того кто Слушает Военную тайну Расстреливать Того же Кто ее выдает Снимать с работы И на пенсию По инвалидности Это умный указ Атомки перевозят Очень просто И только по четвергам Грузовик С надписью Мясо Спускается под землю Чего же грузовикам Зря простаивать Водородные же бомбы Возят совсем по другому Братец Их трясти нельзя Может видел Телеги на импортных Резиновых шинах Стоят у райтопа И бетюги Тоже там топчутся Так вот Никакой там Не райтоп Хотя голоса передают Что не везде у нас Еще центральное отопление Там лифт Из цеха Главной сборки Грузит одну бомбу На телегу Обкладывает березовыми дровами Повязывает веревочкой Полковник-кучер Шепотком говорит Бетюгу Шагом марш И Едет себе бомба И мягче ей на шинах Купленных у той же Америки Чем на перине А полковник-кучер Вроде пьяный И носом клюет Вожжой пошевеливает Вот как бомбы возят А вот что такое Перевозят в грузовиках На бортах написано Ешьте тресковое филе Вкусно-питательно Клянусь тебе Сам не знаю Наверняка Какую-нибудь Такую плюху От которой Расколется наш Земной шар Пополам И будут обе половинки Летать рядом Половинка наша Половинка американская А Китай Сделаем спутником Вроде Луны Тогда и само филе Возможно Появится в магазинах Но это все Только мечта Генерал Личная моя мечта Короче говоря Вдруг продираю глаза От незнакомой И страшной боли В заднем проходе Жжение и боль Башка тоже Естественно трещит Не рассвело еще А может только Начало светать Охую Поднимаю голову А надо мной голос Лежите спокойно Милашкин Не мешайте делать замеры Чувствую еще Кроме жжения и боли Что ветер По поверхности Моей жопы гуляет Значит я голый Да Брюки приспущены До пят Портбилет на месте Грудь колет краешком Бумажника не чую Скосил один глаз Влево Женщина в штатском Держит рулетку В руке И кричит Расстояние От Ленина До Ануса Пострадавшего Восемь От проезжей части Десять До Маркса Энгельса Сорок Мужик Другой конец Рулетки не отпускает Прямо взад Воткнул А баба ходит Вокруг меня И метро сообщает Пытаюсь сообразить Что за новую Маскировочную задачу Тут выполняют И не могу Фотограф подошел Щелкнул несколько раз Ослепил меня светом Рано было Но милиционеры Уже зевак вонючих Целую толпу сдерживали Я снова дернулся Мне стыдно ведь И больно Спокойно, Милашкин Нам не нужны пальцы Нам его отпечатки нужны Кого его? Того, кто вас изнасиловал А может вы так сказать Себя сами Вы что, говорю, очумели? Ну, хорошо Тогда лежите спокойно Сердце у меня Ёк, ёк, ёк Башка раскалывается Горло Тоска похмельная Подступает Жопу сжет И ломит Кто-то Что-то соскреб с нее Через лупу Смотрели Потом чем-то Намазали Я в бане Ихнюю мазь С трудом отмыл Наконец баба говорит Найдено Два Длинных волоса На пояснице Пострадавшего В толпе шумок Прошел Насчет того Что длинноволосых Много развелось Пидоров и наркоманов И что такое зверство Совершили около Ленина Не иначе Как Диссиденты и сионисты Больше некому А я все так же Продолжаю верить Что идет Особая маскировка В связи с запуском Восьми пентагонских Спутников Сразу И что высший Смысл происходящего Парторг Со временем Меня непременно Откроет Продолжаю верить Несмотря на стыд Рабочие похмелье Боль И легкое сомнение Правильно или нет Мы все же поступаем Не слишком ли Крайне Эта маскировочная мера Отхарить На боевом посту Коммуниста И бригадира Коммунистического труда Вдруг вы назовете Это потом На очередном съезде Партии Волюнтаризмом Жопу мою Реабилитируете А мне думаете Легче от этого станет Дело-то сделано Всунуть-то всунули Хотя и вытащили Лежу на скамеечке Подрагиваю От мыслей ревизионистских Отмахиваюсь Что я в конце концов И не такие еще Жертвы люди приносили По двадцать лет В лагерях хреначили Пили их Пытали Измывались В глаза харкали А они верили Все равно Не за горами он Не за горами А я Раски из гадина От одной палки В конце концов Во сне это произошло Я и пикнуть не успел Как бы под общим наркозом Но с другой стороны Раз я терплю и боль И унижение То почему мне Народу Не сказать Зачем принята Та или иная Или вот эта Педерастическая мера Почему Я может после объяснения Еще раз сам себя Под удар поставлю Мрак Натягивайте брюки Милашкин Оделся я Встал кое-как Что ощерились В толпе говорю Смеются змеи В милицейскую машину Пожалуйста Милашкин Удивляюсь Такому обороту Дела Но иду От каждого шага Глаза у меня на лоб Лезут Так больно и сжет И копится в моей душе Большая обида На партию Нет Не согласен я С происшедшим И письмо В ЦК накатаю Потом Все пошло Своим чередом Протокол Суд Пятнадцать суток Не поддавал В башке Тихий свет Какого много уж лет В ней не было И ляпнуть охота Стаканчик Словно в юности Жизнь между тем Братец В Старопорохове Продолжается Земляки По-прежнему Маскируются Парикмахерша Меня брить не хотела В трамвае Все друг на друга Волками глядят Человеческое Скрывают Машина Бегут мимо Мясо И ешьте Тресковое филе Домой заявляюсь Пидарас Пришел Это теща моя Сказала Параличная Корми Дуська Своего Пидараса Помолчи Говорю Ведьма А то я тебе Судно на голову надену Поплывешь с говном В крематорий Смотрю Сидит моя баба Дуська В кухне И плачет Я ее успокаиваю Так мол и так Работа у меня Вредная Опасная Нужные партии И следовательно Народу Мы едины И не бывало Монолитны Как никогда Че реветь Космонавтов Месяцами Дома не бывает А тюрьма не космос Там не пропадешь И страховку я получу За травму заднего прохода Че реветь Дуська Я ж тебя люблю Ты жена мне Какая я тебя Жена Отвечает Дуська Когда ты спал Со мной Последний раз Не помнишь Скотина Сына твоего Взяли Гад пьяный Как так взяли Так Пришли и взяли Сам издат какой-то Нашли И книжку Сахарова Какого Того самого Который бомбу Изобрел Вижу Братец Вижу Как жилваки Заходили На твоих Военных Скулах Знаю Что Ваша Генеральская Пиздобратья Разорвала бы Этого Сахарова На атомы Если бы Ей волю Дали Знаю Очень он для вас Теперь опасен Вот послушай Этого партия И почти всем вам Пиздец придет Хватит Скажет Придуриваться Валяйте на работу По авиацию На флот торговый Гоняй трактора По полям А не танки По чужим странам Знаю Но я не об этом сейчас Не о разоружении О нем Пускай Сахаров думает Я с жизнью своей Хочу разобраться Выходит Я здесь На земле Поддаю Маскирую Подземное производство Водородных бомб Бабу свою По занятости Не ебу Уже полгода А меня В так называемый Анус Насилуют На посту Сажают Сына же Славку Арестовывают За знакомство С академиком Сахаровым Что же это получается Заколдованный Просто круг Дудька Говорю Не реви Тут без пол-литра Не разобраться Мигом слетаю Иду первым делом По дороге К Порторгу А он на меня Волкодавом Налетает Портбилет На стол Сын твой Антисоветчик В бригадирах Тебе больше не бывает Бери расчет Пидоразов Партии не было Нет и не будет Кинул я ему В рыло Портбилет На работу И бригадирство Начхать Маскировщики Везде требуется Смотрю под потолок Внизу ведь Портком А наверху Гастроном И там сейчас Небось Вся моя бригада Время без пяти Одиннадцать Гул земли До Порткома Доносится Топот ног Не терпится людям Душа у нас Горит синим Пламечком Поднимаюсь Наверх По эскалатору Расчет взял И мысль Одна у меня В голове Разобраться Разобраться Выходит Натурально Мне Влупили А не В плане Маскировки Если бы Для нее То и Не уволили бы Правильно Генерал Но если Влупил То кто Вот вопрос А у Гастронома Народ Вся Моя Бригадушка Все Опохмеляться Пришли Один Я Выпить Но Что это Такое Гуськова Среди них Нету Долидзе И Доценко Ударников Зачинщиков Рационализаторов Волосы Дыбом У меня Встали Когда Узнал Я Что Гуськова И Долидзе Тоже В прошлую Ночь Зверски Изнасиловали На постах Одного В подъезде Кооператива Витязь Другого За пивным Залом Лада Доценко Был Изнасилован В Центральном Парке Прямо В кабине Чертова Колеса Главное Врезали ему А кабину На самый верх Подняли Утром Детишки Приходят Кататься С туристами Крутанулось Колесо Открывают Кабину И кричат Тетя Тетя Тут Один Дядя Спит Без штанов Народ Естественно Волнуется И Пштейн Книжик Который Начитался Говорит Что это Бродит По Старопорохову Маньяк Призрак Коммунизма Фролов же Прет на него И спорит Дескать Не маньяк А коньяк Я говорю Это Дело не меняет Личность наша Теперь в опасности Нечего гадать Кто нам По ночам Влупляет Диссиденты Или сионисты Важно Изловить Этого человека И казнить Самосудом Нам за это Ничего не будет Я хоть и вышел Из партии Но считаю себя Коммунистом Милиция Конечно Маскируется И не раскроет Этих Кровавых Преступлений Выпьем же И пойдем По следу Никто Братец Гриша На мой призыв Не откликнулся Двери Открылись И вся Бригада Хлынула В гастроном Как вода В дни прогез Аполитичными Стали люди Более того Равнодушными Но ты бы Глянул На мою Бригадушку Ты бы Глянул Разная Шерсть Впереди Рвань Глаза Стиральным Порошком Не промоешь Гноятся Как у бездомных Псов Но хвостами Вертухают И на кремлевские Куранты Поглядывают За ними Более гладкая Публика Пылинки С рукавов Сдувает И чертиков Приглаживает Космы Одергивает Пиджачки Ровно артисты Перед важным Выходом За этими Стоят темнилы Они маскировщики Газеты Читают Книжки Делают вид Что за постным Маслом пришли А не за водярой Сухариком Или чернилами Мы мол Не с вами Мы случайно У нас вечером День рождения Ильича Суки Не люблю их И норму завышаю Ты спрашиваешь Братец Сколько Все же В бригаде Моей рыл Точно Я тебе не скажу Тайна Есть тайна Многомиллионная У меня Бригадушка Писатель Даже есть один В сторонке Всегда стоит На куранты Не глядит Знаем Что-что А время Движется Неумолимо К одиннадцати И никто Его не остановит Кроме Ястребов Из Пентагона Если они Вдруг Ёбнут По Старопорохову Без трех Одиннадцать Парой Мегатон Тогда уже Естественно В опохмелке Не будет Никакой Исторической Как говорится Необходимости Без шапки Писатель Поднял Воротник Прям фигурой И недвижим Как в почетном Карауле Думает Видать Но говорят Тоска его Гнет Мнет И топчет Какая нам Не снилась Вот Рвань Ворвалась Первой Притерлись Остальные Друг дружки Я контроль Народный Назначаю Чтобы ни Одна морда Не шнуровалась Без очереди А писатель Всегда Последним Заходит Причем Тихо Идет С большим Трудом Как бы продвигается К прилавку Сразу чувствуется Что какие-то силы Удерживают его Тянут назад На нервы действуя А он Писатель Одолевает Эти темные силы Как конь На подъеме Прет 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 По сторонам Не смотрят Не до нас Ему Допереть Абы И мы его Всю дорогу Без очереди Пропускаем Пей милый Маскируйся Ты запыхался Совсем Беру бутылку И вспоминаю Что Дуське Я обещал Прилететь обратно Маскировщики Меня однако Не пускают Не дело Говорят Бугру Намыливаться К бабе В тяжелый Для нас Час Четверо Наших Уже Пали Жертвами Морального Урода Всех Времен И народов Это же Надо Дойти До такого Падения Алкашей Которые Важную Государственную И партийную Работу Выполняют Харят По ночам Брюк Даже Обратно Не натягивают Нет нам Покоя Пока Не изловим Длинноволосого Активного Пидораса И Выдерем У гондона Из жопы Ноги Пущай В инвалидной Коляске Катается До Дуськи Я конечно Не добрался Митинговал Соображал К Тетерину В гости Ходил Игорек Его с двумя Языками Песни нам Спел Пусть Всегда Будет Папа Смышленый Паренек Вдруг Немецкая Волна Передает Про моего Славку Его забрали Арестовали Тридцать писателей Велели Брежневу Его освободить А Брежнев Пришел В программу Время И отвечает Мы поменяем Милашкина На крылатую Ракету Вот это Маскировка Вот это Да Домой Не помню Как добрался На пост Не пошел Сметение В душе Моей Тоска Мрак А ходить Тяжело Взаду Все еще Жжет И першит Хотя Пятнадцать Суток Прошло С момента Изнасилования И я Никак Не могу Наловить Книжек Диссидентам И сионистам Заделаться Когда Вроде бы На глазах Рос Хоккей Вместе Смотрели А его Забрали Арестовали Велели Паспорт Показать Ёлки Зеленые Ёлки Зеленые В трамваи Люди Меня Посадили Товарищи Говорю Меня Из партии Исключили Можно Без Партбилета Домой Поеду Молчит Народ Ни слова Ни взгляда Маскировка Спрыгнул На ходу Вынимаю Член Извини Генерал И небо Его Показываю Дружинник Подходит Ты чего Это я Аполлоном Американским Предъявляю Пусть знают Говорю С пониманием Отнеслись Не побили А в башке В душе То есть Свербеж Его забрали Арестовали Его забрали Арестовали Дай-ка Думаю Последний раз Посты Обойду Как Наполеон А потом До самой смерти Ночевать дома Буду И что же Я вижу Вымер Вымер Родной Старопорохов Ни за ларьками Ни за рыгаловками Ни в сквере Около Дзержинского Ни в котельных Ни в роддоме Где ремонт делают Ни в канавах Ни в кустиках Нигде нету Моих маскировщиков Покинуты посты Переполошились Твари Запаниковали Анусы собственные Вам дороже Оборонной задачи Приложил Ухо к земле Там гул Визжат сверла Сварка трещит Хлоп-хлоп-хлоп Это уран-235 В бомбах Утрамбовывает А портор Речугу кидает Пусть знает Этот академик Возомнивший Тарасом Бульбой Что великий советский народ Под руководством Своего самого Миролюбивого Во вселенной Политбюро Не позволит Убить Сахарову То, что он породил Все на субботник Ну ладно, думаю Хоть там под землей Порядок А тут Покинуты посты И я вдруг Протрезвел Совсем Изловлю тебя, гадина Изловлю Свиска только Жаль, нету Милицейского Иду к Ленину По дороге Би-Би-Си слушаю Все про Славку Моего говорят Обидно Мог бы Вполне мог С отцом посоветоваться Кстати Тебя, генерал Теперь из-за Славки Разжалует Или на пенсию Прогонит Вымер, Старопорохов Вымер Только физики Теоретики Из-под земли Выходят И домой Идут по мостовым Но не в ногу Идут Нам всем запретили И подписку Даже взяли Ходить не в ногу Потому что Можем по пьянке Создать резонанс Так называемой И рухнет перекрытие Не дай бог Над цехом взрывателей Или Над усушкой Дейтерия Скептически Посмотрел я На скамеечку Памятную Около Ильича Трезв Окачаюсь Для приманки Пидорасы Длинноволосого Ложусь Лицом вниз Прикрываю Сиротливо Свою голову Бортом пиджака Вотрезвителем Он воняет Дизобаней И тюрьмой Нечеловеческие Казенные запахи Бедной жизни моей Что сделал я с собой Холодно Листья осенние Слетают с веток Тычутся в меня Как птахи живые Им тоже холодно А я и забыл Что растительность Есть на земле Птицы есть Козы Кошки Собаки Где же я думаю Жил последние полгода Когда ушел В маскировщики Я жил на мертвой Планете И нам давали Перед сменой Синий спирт Белеет Ленин Одинокий Замаскированный А на самом деле Под грунтовкой И побелкой Сталин Да За это Премию дали Одному гусю Нашему Да Да Тому самому Тетерину Он говорит На политбюро Вы что Очумели? Зачем же материал Портить Долго ли Сталина Залысить Нос подрубить Лоб развести Пошире Бородку Замастырить И усики Подбить В два счета А фигуры у них У обоих Видные И шинельки С кетелями Одинаковые Партийные Да и курс Указывают Они один Коммунизм Хули мучиться Ну Тетерин Отвечает Косыгин Я бы тебя В замы взял Но ты умный Ужасно Скинешь ведь Меня подлец Признавайся Скинешь? Тетерин До сих пор Он в моей бригаде Лежу Главное Думаю Не задрыхнуть Я очень крепко сплю Перевернулся В небо смотрю Не дремлют Гады Летают Ночью я спокоен Ночью хоть видны Эти поганые спутники Нафаршированные В ЦРУ Приборами Днем же страшно 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 Мы знаем Летают Но не видим их Хули говорить С разгонкой облаков И туч У нас еще обстоят Дела слабовато Не видим спутников Самая тяжелая Дневная смена Слепым я себя Днем чувствую Слепым О Славке Стараюсь не думать О Дуське тоже Если о них думать То поехать можно Я принес Семью свою Вместе с тещей С сукой параличной В жертву делу За что Исключен из партии И отхарен Неизвестным лицом Мужского пола Опять ложусь Вниз лицом И вдруг Тихо Братец Тихо Тихо Слышу Топ 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 Ветки Кустиков Хрустнули Подбирается Кто-то Ко мне Наматываю Покрепче На руку Веревочку Я ее Всегда с собой Носил Как зорги Циани стыкались Чтобы повеситься В любой момент В случае Разоблачения А придумал Я ту ловушку Очень инженерно Сделал Большую петлю Накинул Под брюками На всю Жопу А конец В руку Как только Думаю Он мне Влупит Я дергаю Ага Говорю Попался Гаденыш И волокую Его прямо За разбойный Член В КГБ Если он Диссидент Сионист Или в легавку Если просто Пидорас Длинноволосый Чайковский Ебаный Я себя Конечно Опять Под удар Ставлю Но иначе С поличным Змеей Никак не Изловишь Он откажется И все Да Скажет Снял с него Брюки Мне показалось Что он в штаны Вот-вот Наложит С пьянью Это случается И все У него алиби А у меня От хуя уши В общем Наматываю Покрепче На руку Веревочку Силы в меня Какие-то Вдруг Влились Заиграли Словно В разведке Я на фронте Паренек Веселый Бесстрашно Жду Будь что Будет Главное Не дать Влупить До самого Конца До сих пор Ведь больно Главное Затянуть Петлю Когда Всего Каких-нибудь Пара сантиметров Его члена В меня Войдет Не больше Захрапел Посильнее Для затравки Промычал Что-то Всхлипнул Слюну Пустил Топ 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 Между прочим Генерал Я с большим Интересом Со стороны Как бы Прислушивался К осторожным Передвижениям Этой Сукаедины Ни одного Меня уже Змей Перепортил И все же По второму Разу пошел Хотя Дают за это Пятнадцать лет Он вдруг Затих Чего-то Испугался А я думаю Ну что могло Заставить Человека Харить Спящих Мирным Сном Алкашей Что Может он Урод Или Изо рта Пахнет И никто Из баб Ему Не дает Зря Судя по Моей травме Мужик Он неплохой И вполне Мог бы Охмурить Какую-нибудь Богатую Буфетчицу Или банщицу Из сандунов И как так Получается Что нет у нас В Старопорохове Социальной базы Для алкоголизма Блядства Платного Иначе говоря Проституции Безработицы Крысы У нас не жрут Детей Как в городе Банкроте Нью-Йорке Кризиса Нету С нефтью Газом И дровами А вот Пидорасы Длинноволосые Разгуливают Словно тут Скандинавия Может начала Природа Переход бабы В мужика И обратно Вот тебе И верховный совет Гриша Цыц Цыц Идет Опять идет Ширинку Слышу На ходу Растегивает Скотина Все Обмозговал Не на пуговицах Ширинка А на молнии Вжик Ты мне поверь Брат Очень странно Было ощутить Вдруг Что он меня хочет Меня Федора Милашкина Я на секунду Ослаб Как-то обмяк Словно баба Да-да-да Вот так они нам И дают Между прочим Ослабла Милая Обмякла А ты уже Есть вовесь Ах Разве так То я с вами И встречаться Больше не буду Очень вы Быстрый И наглый Я написал Явись Совсем Соскучился Здесь В трех верстах От лагеря Вокзал Я ждал Жену Жрать Перестал И замучился Все Без конца На крышу Залезал Заныло Сердцем Как Увидел Бедную Согнулась До земли От рюкзака Но на нее Не вижу его Хоть и приоткрыл Слегка Левый глаз Белеет Ленин Одинокий Совсем Близко Подошел Последний Шаг Сделал Храплю Сам Дышит Тяжело Вот оно Посвящу Ликвидацию Одного Пидораса Шестидесятилетию Советской Власти Посвящу Думаю Страх Отгоняя Посвящу Закидывает На голову Мне пиджак Спешит Ремень Я нарочно Отпустил Так что Брюки Он легко С меня Снял Сдернул Жду Сердце Останавливается Прямо В ушах Шум Давление Очевидно Подскочило Холодно Ветер По мне До самых Лопаток Свободно Гуляет Вазелином Запахло Это уже К лучшему Только бы Думаю Не завопить Раньше Времени Действуй Скорее Что ли Гадина Ой Гриша Брат мой Товарищ Генерал-лейтенант Ой Тут я Как дернул Веревочку Ага Ору Чую Захомутал Член По самое горло Вскакиваю И чуть В обморок Не заваливаюсь Это уж Мне тюрьма А не ему Мне Не меньше Десятки Прощай Свобода Жизни Моей нелепой Приходит Конец Он от меня Чешет прочь А на веревочке В петле Член его Оторванный Болтается Ты видел Где-нибудь На фронте Или в Чехословакию Когда входил Такую картину Генерал Мрак Зачем же Дернул я Так сильно Зачем Я за ним Думать некогда Не бегу Лечу Стой Ару Стой Миром Дело Уладим Чешет Не оборачиваясь Может Соображаю Быстро Набегу Отвалить Мне в сторонку Хер В урну Бросить Или в речку Пушку И иди Тогда Свищи Кто его Оторвал Доказать Что я Невозможно Стой Стой Лечу А член За мной Тянется Обернуться Боюсь С другой стороны Если сердце Пересаживает Почему Хуй не Пересадить Хирургия У нас Бесплатная Тут я подбегаю На последнем Издыхании Бросаюсь На него А он Подо мной Трясется Ходуном Ходит Как в эпилепсии Верно Длинноволосый Мягкий Такой Весь Руки Заламываю Переворачиваю Типит Твою мать Дузька Это моя Дузька И я За ней В хохот Дузьку Бросила В истерику И вот Теперь Я точно Вспоминаю Братец Что Когда Я в тот Раз Лежал На скамеечке И дрых На посту Сон Мне Приснился Сам Себя Я не вижу Не знаю Где Нахожусь Но Лежит Передо мной Кремнистый Путь В колдоебинах Пыльный В общем Большак И топот Я слышу Конский Ляск Треск И скрежет Все ближе Он Все ближе Куда От него Денешься Задавит Сомнет Разбрызгает По сторонам Хотя Нет у меня Вроде бы На фоне Этого Пространства Летит Летит Это Оказывается Престижная Энгельс Левая Желенин Бьют Они Копытами Искру Высекают У Маркса Грива Белая За плечами Трепыхается Закусил У дела Грудь Колесом Башку Прегнул Прет Вовсю Огонь И дым Из ноздрей Глаза Таращит Престижные Тоже Стараются Сбрую Рвут А на облучке Старой брички Сталин Кучер Сидит В полной Маршальской Форме Трубка В зубах И то По Марксу То по Энгельсу То по Ленину Хлобысть Вожжой Хлобысть И мчится Тройка Как взбесившаяся И постараниваются От нее Все народы И государства И я Тень бесплотная В ночи Кромешной Мчится Тройка Мчится Быть беде Но тут Выбегает На путь Кремнистая Моя дудька Пру Кричит Хватает Маркса За удила Осадила В раз Энгельс Говорит Нихера Себе Диалектика Ленин Глаз Косит Татарский Сталин С брички В кювет Летит Пру Тут я Проснулся И слышу От Ленина До Ануса Пострадавшего Восемь метров От проезжей части Десять От Маркса Энгельса Сорок Вот как Было дело А дудька Лежит Подо мной И хохочет Как давно Давно А я слово даю Чувствую вдруг Любовь И испытываю Недовольство Что дудька В брюках Все было Гриша Как тогда В деревне В поле В отпуску Сладость Все же Любить жену Какая это Сладость Бывает вдруг Со старкой И только Экспортной Сравнимая Федя Шепчет Дудька Моя Федя Ты Лето На кого Ты меня Променял Федя Люби Меня Федя Я умру За тебя И мне Так же Хорошо Как в первый Раз Фотографируй Нас Теперь ЦРУ Кладись Нему К утром На стол Президенту И объяснение Давай Квадрат 45 У памятника Дзержинскому Федька Милашкин Любимую Жену Дуську Ебет Глаз Голубой От удовольствия Закрывает Вот как Но Дорогой Ты мой Братильник Покой Нам только Снится Как говорит Аркадий Райкин Вдруг Слышу Гражданин Немедленно Поднимитесь Ё Мое Встаю Это Господа Дружинники Трое Начали Права Качать Я Официально Им Заявляю Мы Подписали Соглашение В Хельсинке Подписали Там Пункт Такой Есть Воссоединение Семей Вот Какое Дело Я Свои Права Знаю Вон Он Летит Над Нами Секретный Спутник Сатурн Проверяет Выполняем Мы То Что Подписали В Хельсинке Или Темноту Чернотой Разводим Не Мешайте Вы Соединяться Мне С Любимой Женой Духкой А Зачем Вам Самодельный Член Из Политбюрона Ехидно Так Спрашивает Ихний Старшой Пока Духка Бледная От Сромоты Брюки Натягивала Мы Этого В Хельсинке Не Подписывали Очень Жестко И Давить Начиная Прет На Меня Второй Третий же Вежливо Приглашает В связи Со Случаями Полового Разбоя Среди Спящих Алкоголиков Пройдемте Без Эксессов Я Снова Начинаю Права Качать Насчет Хельсинки А они Уперлись На Одном Зачем Вам Член Из Политбюрона Вы Мне Ответьте Говорю Куда Тресковое Филе Девалось И Почему Колхозники Объявили Холодную Войну Партии Народу Картошку По Семь Ведро Продают Живоглоты Тогда Я Вам Скажу Зачем Мне Член Политбюроновой Дуська В ноги Мне Бросается Федя Ты Что Тоже Сесть Хочешь Идем Я Все Расскажу Нас Отпустят И Ты Спать Ляжешь Ты Почернел Федя От Пьянки Пойдем Хорошо Говорю Пошли Но В протоколе Необходимо Желаю Записать Что За Все Время Ни ЧК Парторг Наши Прочие Шобла Трое Суток Допрашивали То Меня То Дуську Научные Ставки Раз Пять Водили Но Я Жен Не Олень Сахатой Я Бывший Член Партии И По Дороге В Легавку Успел Поднатаскать Дуську Как Следует Помню Говорю Одно Хуй Ты Купила На Тихом Рынке В том Ряду Где Раньше Картошку Продавали Продал Тебе Его Негр У Которого Деньги Стырили Из Кармана А Расплатиться За Творог Было Нечем Просил Он За Него Десять Ты Дала Три Двадцать Вот И Все В Остальном Выкручивайся Как Знаешь Дом же Я Тебя Поколочу Так Не Делают Я Хожу Еле Еле До Сих Пор Очко Ведь Не Железное Между Прочем На Меня На Мой Позор И Травму Всей Шобли Было Плевать Они Старались Понять Кто Вынес Из Совершенно Секретной Лаборатории Кусок Новейшего Полимера Политбюрона Ведь Его Хранили В Сейфах Ключи От Них Были Только У Главного Полимерщика Если Б Пентагону Удалось Достать Кусочек Политбюрона Размером С пробку От Солнцедара То Мы Как я Понял Из Допросов Растерели Бы Своё Стратегическое Преимущество К ебёной Бабушке Двое Суток Возили Дуську На приёмы В посольство Африканских Государств И на лекции В университет Дружбы С Лумумбой Для опознания Негров Она Приблизительно Узнала Двух Но Один Оказался Военном Аташе Берега Слоновой Кости И у него Было Алиби Он В тот День Фотографировал Паровоз На котором Вечно Живой Ленин Приехал В Старопорохов Когда В горках Врезал Дуба Второй Жестая С утра До вечера В очереди За оливковым Маслом И масло Ему Не досталось Все Это Видели Не Нашли К большому Моему Удивлению Того Самого Негра Взяли С Дуськи Подписку Что Как Увидит Его Так Сразу Позвонит На Лубянку Дали Три Двухкопеечные Монетки Для Автомата Ну Парторг Пытался Установить Связь Между Кражей Политбюрона И Нашим Сахаровым А прокуроры Начали Подыскивать Для Дуськи Статью Поскольку Дуська В остальном Раскололась Все Взяла Благородная Баба На Себя На Самом Жеделе Было Так Она И Тетерина Баба Элла Которая Игорька С двумя Языками Родила Подпили Как-то И задумались Что С нами Делать Маскируемся Круглые Сутки Семьи Разваливаем Заговариваться Якобы Начали И так Далее Ну И решили Нас Попугать Поначалу Для смеха Ах Мол Раз Вы Нас Не Ебете В Канавах Ночуете То Мы Вам Врежем Голубчики Шершавого А вырезал Его Для продажи Безмужним Бабам Из Краденого Политбюрона Тетерин И я Стал Первой Ихней Жертвой Тетерин Ж Сука И Здесь Всех Перехитрил Он Тоже Проснулся Как Потом Уж Я Узнал В клетке С арбузами С голым Изнасилованным Анусом Брючки Натянул И Домой Как Ни в чем Не бывало Болит Очко Но Эли Своей Разумеется Ничего Не Говорит За Походкой Своей Наблюдает В Милицию Не Жалуется И Пить На День Бросает Бросает И Предлагает Жене Давай Еще Парни Родим Может Он С Одним Языком У нас Получится Эла И Рада Передала Тут Хер Политбюроновой Женам Долидзе И Доценке Тех Тоже Отхарили Остальные Мои Маскировщики Перетрухнули Не на шутку Стали Дома Ночевать Бабы Конечно Довольны А вот Что думают Американцы Я не знаю Город Опустел Ночью Живой души Не встретишь Все Пидорасов Боятся Только У такси Глаза Зеленые Горят Как у Волков Голодных Подбирали Дузьки Статью Прокуроры Подбирали Но Смотрят Ни одна Не подходит Не предусмотрено Оказывается Кодексом Нашим Советским Безнадежно Отставшим От жизни Наказание За изнасилование Любого лица Мужского Или женского Пола Искусственным Половым Членом В бригаде У меня адвокатов Было несколько Устроили мы За Манькиным Ларьком Юридическую Консультацию Обмозговываем Пару дней Положения Вырабатываем План защиты Химичим Смягчающие Обстоятельства И на случай Суда Выпрямляем Линию Дузькиных Показаний Ведь ее Таскать Продолжают Посадим Не может Преступление О котором Уже известно На западе Остаться без Наказания Ты Дузька Говорят Прецедент Создала Интуристы Испорченные Сексуальной Революцией Ночуют Теперь из-за тебя Около Ленина Дзержинского И Маркса Энгельса Брюки Сами снимают И ждут до утра Но не выпадает Им кайфа Сознавайся Кто тебе вынес Из-под земли Кусок Политбюрона И какой Такой Неизвестный Удалив От него Все лишнее Наподобие Фидию Извоял Орудие Преступления Член Сознавайся Не то мы тебе Скотоложство Припаяем Дузька моя Однако заладила Если родная Наша Коммунистическая Партия И родное Советское Правительство Только на словах Борются с алкоголизмом А на самом деле Увеличивают Выпуск водки Сухарик И чернил Если с помощью Вздувания Ценность спиртное И замораживания Зарплаты Косыгин Хочет уменьшить Инфляцию Если насрать ему Что сивушные Двуязычные Уроды На свет Выходят И к 2000 Году мы займем По косорилости Первое место В мире А по гунявости Третье То нам Бабам Все это Не безразлично Он Маманя моя Говорит Дузька Называя так нежно Эту суку Параличную Плывущую Как хьер дал На судне В крематорий Что рассказывает Бывало Дочка Залазит на меня Супруг Отец твой Царство ему небесное Залазит А я уж сладко Сладко думаю Мечтаю Наяву Бывало Вижу Ребеночка Которого Ой как хорошо Которого Ой как замечательно Даже Санечка Которого Любимый ты мой Умираю Умираю Вот сейчас Вот через секундочку Вот она Вот Ребеночка вижу Которого заделает Меня супруг Саня И ребеночек тот Розовенький Пухленький Цыпленочек С ручками С ножками С глазками С носиком С пипкой И с правненькой С попкой родной Ты это Дуська Красавица моя И за что тебе Наказание такое послано Почему не ебет тебя Твой змей Восьмого разряда Ведьму полюбил С глазами Оловянными Кубанскую Перцовую Московскую Особую Брось ты его Дуська И нам Товарищи прокуроры Хочется Как нормальным бабам И спать Просто так С супругами От шалости И для удовольствия И к тому же Ребеночков рожать Чтобы не стыдно было За ихний ум И внешность Перед другими странами И народами Пускай знает Косыгин Мы сами Теперь за себя Постоим Пусть земля Горит под ногами У мужей Алкоголиков Не будет им Теперь покоя Ни политбюроновый Хер Так пробковый Ни пробковый Так гудроновый Найдем Что влупить И перцем Присыпем Пусть жжет С неделю Хотя перца Тоже в бокале И не стало Вы их свели с ума Наштрополили На маскировку А мы их Сызного На ноги Поставим И газет Читать не дадим Про ваши бомбы Ракеты Войны Кровавых Империалистов И обстановочку Небывалого Всенародного Подъема На субботнике И я лично На него Больше не выйду Ищите дураков Денежки с субботником Миллиарды За труд Наш бесплатный Всаживать надо Не на постройку Раковых корпусов И стадионов А на больницы Для алкашей Наших Проклятых И несчастных Плевать нам Ихним женам На стадионы У доценок Дочка Еле ходит У нее По восемь пальцев На ногах Куда уж ей Рекорды ставить На Олимпиаде Восемьдесят А у Долидзе У Гиви-младшего Позвонок кривой Кидай его на лед Фигурное катание Двойной тулуп Делать Так и передайте Косыгину Говорит Дудька Задумались Прокуроры Делать нечего Докладывают Косыгину Косыгин Политбюро Собирает Сразу после Голубого огонька На котором Зыкина пела А мы в тот день За Зинкиным Ларьком сидели Щипы набрали Коры березовой И листьев Кленовых Костер Зажгли Ташкент Говорит Тетерин А сам дрожит Как землетрясение Согрели Бутылку Портвейна На огне Чуть не до кипения Глотаем По очереди Из горла Горячую заразу Оживаем Сплотившись Еще теснее Вокруг костра Тетерин Вдруг дрожать Перестает Хлопает Нас по плечам Взгляд Затвердел У него И говорит Я вчера На Политбюро Был вызван Доклад делал О цели Существования Химчисток Так называемых Американок В нашей стране Но передо мной О Дуське Разговор зашел Судить ее Или не судить Брежнев говорит С точки зрения Успеха В дальнейшей Масферовке Это у нас Объективно Дорогие товарищи Говорил он Кстати без бумажки Кетерин сам видел Не врет Никогда В таких случаях А Суслов Чахоточный Такой Не стоит У него С 37 Года Не соглашается Проморгали мы Не досмотрели Погран войска И таможенная служба Как половая революция Перешагнула Наши границы Вот они Плоды Разрядки Мать Сию Так Расхлебывайте Это дело Сами Предлагаю Усилить Идеологическую Работу Среди населения С помощью Портпенсионеров Все равно Они зря Чешут языками На бульварах Тут Андропов Слово взял Так и так Давайте попробуем Сухой закон Устроить А из зарплаты Алкоголиков Удерживать От 3 рублей 62 копеек До 4 рублей 12 копеек В месяц На строительство Антиалкогольных Профилакториев С принудительный Утренний заряд Дуську же Надо отправить В психушку Она взяла на себя Функции наших органов Косыгин вдруг Как ебнет Кулаком По зеленому сукну И попер на них С мешками Под глазами Вы что Сухой закон Немедленно вызовет Прекращение Строительства Бама И других Молодежных Строек Твоими лозунгами Суслов Народ не взбодришь Людям в провинции Жрать нечего Так пусть Хоть пьют Потом в коммунизме Окупятся с лихвой С большими процентами Наши страдания И лишения Госбанк Торжественно Дает нам На это свои гарантии Кириленко Маленький такой Тоже мешки Под глазами Глазки от черной икры Заплыли Докладывает Наш резидент Соколок Натурализовавшийся На острове Лесбос Доносит Что Идентификация Женщин с мужчинами Начавшаяся здесь До нашей эры Продолжается Спрашивает Шифровкой Как быть с Дуськой Беда Говорит Подгорный Народ Пить резко бросил После всех этих Изнасилований Мужчин Стрезва Иначе мыслить начинает В религию уходит А самое страшное Для нас сегодня Товарищи коммунисты В том Что начинает народ Искать ответы На вечные вопросы Не в беспробудном пьянстве А в наблюдении За интимной жизнью Своих руководителей У народа возникает Незаконная Социальная зависть К системе снабжения Нас любительской колбасой Со знаком качества А дальше что будет В общем Братец ты мой Генерал Все политбюро Сошлось на том Что надо устроить Еще один всенародный Внеочередной субботник А магазины Березка Где по сертификатам Без маскировки Продукты Продают высшего качества Закрыть немедленно Чтобы они Сволочи Не мозолили Народу глаза И не уничтожали Его веры В наше бесклассовое Общество И в то Что все От мала до велика От Брежнева До Ханеги Тетерина Просты И скромны Как Ленин А теперь Говорит Брежнев Давайте посмотрим Запись Биотоков Ленинского Мозга Которую Удалось записать Нашим Славным Микрофизикам С помощью Самого Большого В мире Радиотелескопа Тетерин Сам видел Как на экране Зеленые змейки Забегали И запятые Заплясали Полвека Как дуба Врезал человек А мозга Все еще У него Кумекает Не то что у нас Говорит Брежнев Кумекает И подбивает Как говорится О резюме Всей нашей Партийной работе Правильной дорогой Идете Дорогие товарищи Будьте И впредь Беспринципны В своей борьбе С империализмом И сионизмом Разобрали мы Ящички Из-под апельсинов Арабских Подкинули Дощечек В костер Вторую бутылку Подогрели Хорошо пошла А Тетерин Шпарит Наизусть Ихние Всякие Речюги На политбюро Шпарит Я же думаю Пронесет Или не пронесет Чем дело Кончится До чего мы Дошли Дуська С тобою И виноват Я перед заключенным Своим сыном Славкой Если б не я Моя многомиллионная Бригадушка Да всякие Надомники Поэты Композиторы Художники Артисты Не сочинил бы Славка Книгу Развития Алкоголизма В России Не тискал бы Ее на ебаном Не сидел бы нынче Под землей На Лубянке А пил бы Портвишок В подъезде И там же С девок Брюки сдирал Дудьку Менять мы не будем Говорит Андропов Она без сына И мужа Никуда не слиняет Бурная овация Все встали Потом сели И дают слово Тетерину Наливает себе Тетерин Из графина Хрустального Золотой крышкой Крымской Мадеры Хлобысь Стакан И тоже Толкает речугу Я Говорит Как внештатный Контрразведчик Открыл Такую штуку Сущность Химчисток Американок Однажды После смены Желаю я Похмелиться Но постепенно Становится очевидным Что тряпок Моих дома Нет Ни брюк Ни пиджака Ни байковой Рубашки Не нахожу Нигде Я бы Эллинские бабы Своей тряпки Напялил Неоднократно Так поступал Но и их Стерва Из дома Вынесла Читаю Записку На ручке В сортире Надетую Сволочь Пьянь Вещи В химчистке Сиди дома И будь Проклят Ах так Хорошо Решаю Сдернуть Как давеча Шторы Завернуться И таким Макаром Проследовать В чайку Вырвать У ней Из клюва Своей тряпки Шторы Сняты Хорошо Думаю Сука Я тебе Сейчас Устрою Сталинградскую Битву Под Москвой Однако удар Элка Нанесла Мне Почти Смертельный Не нахожу Ни простынки Ни наволочки Ни скатерки Окружен Окружен А в окнах Уже Хари Вражеские Лыбятся Рога у них И червяки В ушах Я по-пластунски Бросаюсь в сортир А там Киссинджер Сидит Очки протирает Я в него Громкоговорителем Бамс Воду спускаю Нету Киссинджера Только От унитаза Кусок Откололся Пот Меня льет Красный Зеленый Серый И в каждой Капельке По песчинке Прыгаю в ванну А-а-а В ванной Киссинджер Голый Лежит Холодный Скользкий А-а-а Вываливаю На него Всю посуду Из буфета А он Из телевизора На меня Зырит И говорит Не бойся Тетерин Я Валентин Зорин А-а-а Тут мне Политбюро Бурную Овацию Устроила Бросаю Телевизор С балкона Прямо На Жигули Развели Машин Варье Колхозники Спекулянты Ну Вроде Легче Стало Но На обоих Вдруг Уши Проросли И запах Из ушей Задыхаюсь Вонище Глотку Перехватило Из полки Кухонной Макаронины На меня Двинулись С вермишелинами Наперевес С люстры Многоножки Сыпется Ванной Киссинджер Гламзает Вилками Голым Не пойду Ходил Один раз Забрали Незаконно Забрали Ибо я шел И кричал Отвернитесь 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 Граждане Ага В передний Шкаф стоял Фанерный Зеркалом Вырезаю В боках Дырки Для рук Сзади Для глаз Дно Вышибаю Кладу рубль С лысым И заначки На верхнюю полку Залажу туда И лифт Вызываю Муде Прикрыто И ладно Нормально Двигаюсь По улице Потихоньку Игорек За мной Бежит Пусть Всегда Будет Папа Поет Не тяжело Только в яйцо Левое Заноза Попала Зеркало Зайчиками Чертей Распугивает Так и Заявляюсь Гастроном Успел Слава Тебя КПСС Поправился И в химчистку А ну давайте Говорю Подлюки Тряпки Моей Я Тетерин Квитанцию Потерял Выдают Как ни Странно Шкаф Я им Оставил Для грязных Газет Вместо Урны И что же Я открываю Не дураки Они Не дураки Американцы И опять Нам заячьи уши Приделали Мы такие средства Выделяем Для борьбы Со шпионами Маскируемся Круглые сутки А они Все работу Свели на нет Срочной Химчисткой Ведь стоит Только тряпкам Нашим Туда попасть Как в них Автоматически Вживаются Датчики И передатчики Остальное Же дело Техники Спутники Летят Ловят Их сигналы И ЦРУ В курсе Не то что Всех наших Планов Но и подробностей Личной жизни Вам то говорю Членам Политбюро Хорошо Ваши тряпки Бабы в американку Не носят А я поддал Иду Милашкин Бугор наш Орет Летят Летят Один над Анькиным И ларьком Другой над Манькиным И слышу Жужжит В ширинке И под мышками Жужжит И как со спутника Сигналы из меня Выходит Пипи 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 Чего же думать Закрывать надо Химчистки Кейбеной бабушке Или же Вставлять в наши Тряпки Помехи Они нас Жужжанием Мы же их Треском И скрежетом Заглушим Как свободу Косыдин Говорит Ладно Тетерин Мы что-нибудь Придумаем Один ум Хорошо А двенадцать Лучше Политбюро Вроде Винных отделов До семи Работает Я говорю Пойду А то не успею Встали мы все Как во Внукове На проводах Брежнева Куда-нибудь Лобызаться По три раза Но Сусловым Никто не лобызался Чахотка у него И врачи запретили Подгорный говорит Не серчай Суслов Зато у тебя Два тома сочинений На днях выйдут И мы их населению Вместо баскервильской собаки По талонам давать будем Вот человек Суслов Дубы на ходу врезает Ему бы в корму На пляже валяться И портвешок Дармовой Жрать стаканами А он в ЦК На трамвае Каждый день Кондехает Скромный мужчина Вроде Ленина Тут братцы Тетерин вдруг Захрипел И в костер повалился Удержать не успели Обварился немного Мы его обоссали По древнему способу Чтоб волдырей На лице не было А он плачет Игорька зовет Прости, говорит Игорек Прости ты меня За то, что пропил я Свою восьмую хромосому И язык ты лишний имеешь Но я тебя сестреночку рожу Красоточку Принцессу детсадика А тебя отдам Двуязычную В англо-французскую школу Прости, завяжу я Завяжу Обо многом, братец, мы тогда поболтали Подходит участковый Рылы мятые Он ночью на мордик на него надевает Наверное, чтобы бабу свою не кусать Вы понимаете, где вы костер разожгли? Вы понимаете, что в предолимпийские годы Нас всех уничтожат? Вы отдаете себе отчет? Вы почему играете с огнем, когда Россия горит? Как горит? Так, сверху взялась А-а-а, заорал Тетерин За голову схватился Горю И в речку пушку Бух Труп его только через месяц Нашли в Суецком канале Вы понимаете, где вы огонь разожгли? Тут я головешки раскидал Уголье растоптали Повалился и плачу, как маленький Что пронесло беду Слава богу Под костром-то нашим Дежурная стратегическая ракета Оказывается, находилась Еще бы немножко, пару дощечек подкинули бы И прощай, Вторая мировая война Здравствуй, Третья Нас бы раскидала Ракета легла бы на курс Оттуда последовал бы ответ И все Все Осталось бы на поверхности земли Только пустая посуда Сдавать же ее было бы некуда И главное, некому От этой ужасной картины Мелькнувший братец В здравой моей голове Почаще бы такие картины Мелькали в ваших генеральских и маршальских колганах Заплакал я еще пооткровеннее и громче Да, уничтожим вас, ханык позорных к Олимпиаде 80 В народе нашем одни спортсмены останутся Выжим язву алкоголизм олимпийским огнем Проститутки шумит участковый Откровенно говоря, братец Стебанулся слегка Наш участковый на этой Олимпиаде 80 Стебанулся форменным образом Начал с балконов Приказал не вешать на них белье Потому что вывешенное белье Секретные американские спутники Могут принять за белые флаги Сдачи нами идеологических позиций И тогда в одно чудесное утро Мы услышим на нашей большой атомной улице Скрежет гусениц вражеских танков Так что, говорит, если кто вывесит простынку И хоть бы даже белые кальсоны Буду рассматривать сей факт Как сдачу в плен И стреляю, идти вашу бабушку В тульский самовар Без суда и следствия Прямо в лоб Мне давеча ящик патронов Начальство для этого выдало Разойдись! Любил наш участковый это словечко Он его ночью во сне и то орал А все почему? Потому что братец Пил он не с народом А в одиночку Чурался, сволочь, масс И индивидуалистом маскировался трезвым Но мы-то знаем, что на дежурство Он без четвертинки спирта не выходил И где, ты думаешь, он носил этот спирт Которым ему взятку в ядерном институте давали? В кобуру он его наливал Да-да, в кобуру Иной раз зайдет с тоскливой И яростной рожей за угол Снимет кобуру с портупеи Башку запрокинет И присосется Ни капельки на землю не прольет Вот и допился до институтского спирта Которым ко дню рождения Ленина бомбы протирают Сначала лаять во сне начал наш участковый Кетерин ведь за стеной у него жил Все слышал Лает и лает Иногда с подвизгом Иногда, особенно в полнолунии, с подвоем Спать невозможно было от его новолая и воя А указать на это не давал он нам никакого права Я лаю по особому оперзаданию И не окрысивайтесь, подлецы Ивой у меня государственное значение имеет Без него давно вы уже стали рабами капитала И нью-йоркской мафии Так он нам говаривал Ты не перебивай, я все равно не двинусь дальше Пока не доскажу душераздирающую истину Про нашего безумного участкового Не командуй, я тебе не варшавский пакт Я сейчас как гаркнусь Мира! Так ты у меня лапки по швам вытянешь И простоишь до второго пришествия Когда тебе скажут Вольно! Понял? Баба же нашего участкового В конец измучилась от лая И воя своего муженька Ну и не выдержала, естественно Не выдержала и стала затыкать ему на ночь глотку То носком грязным, то портянкой, то трусами И дрых себе участковый без задних ног до утра И ни о чем не догадывался Отдохнуть дал Тетерину, соседу И бабе своей с детишками Все было бы хорошо Только стал он недоумевать Отчего это у него по утрам То нестиранный носок То вонючая портянка То запревшие трусы оказываются мокрыми И изжеванными порой неимоверно Ничего понять не умеет Баба же его обычно ставила будильник Для себя лично Вытаскивала утречком из участковой пасти затычку И сушила ее на батарее Все было хорошо Но как-то испортился у них будильник Хотя клеймо на нем стояло Знака качества И продирает однажды наш участковый Пьяные свои зенки И обнаруживает свою глотку заткнутой Ни охнуть, ни вякнуть Ни слова прохрипеть не может Чуть не задохнулся от обиды Вырывает кляп И давай кусать свою бабу До крови искусал Пока она голая на улицу не выскочила Ну, спасли мы ее А она с тех пор не давала себя участковому Пока он на ночь не напяливал на свою ханыжную харю Бульдожьего намордника Любил он жену Поэтому и надевал Любовь к бабе братец И не на такие подвиги подталкивает А еще на более сногсшибательные А выть перестал Разве и залает после седьмого ноября Но я лично считаю Что это в порядке вещей После праздничной похмелюги Но дело не в этом Нас-то, гаденыш, привык утрировать по-зверски Житья не давала, смодеющая Ты интересуешься, почему я говорю Утрировать, а не третировать Потому что утрировать Значит третировать утром Когда мы собираемся в яблоневом саду За Зинкиным ларьком На ночь некоторые из нас зарывали Бывало под старыми яблоньками Остатки портвишка, чернил, барматухи или пивка Зароешь, а потом по утрянке откопаешь Опохмелишься И под землю сортировать атомы урана Конечно, если со стороны на нас поглядеть То странная, должно быть, картина Открывалась в ЦРУ на проявленных снимках Ползают между яблоньками маскировщики на карачках Рыщут зарытую заначку Ибо один из них забыл мерзавец, где он ее заныкал Перерыли мы однажды весь сад Ножами и палками землю истыкали Нигде не можем найти четвертинку и бутылку пива Нигде А сердца-то наши тем временем останавливаются Не хотят тикать без расширения сосудов В головах же буквальный конец света Страшный суд и изнурительный ад Тоска, повторяю, и мрак Большое горе Наконец, когда казалось, не выйдем мы Все из яблоньего сада Умрем на посту И окончательно не воскреснем Натыкаюсь я случайно на белую головку Под вялым осенним лопушком Зубами стащил, губу порезав оловянную пробку Зубами же жигулевское открыл Откуда только силы взялись Ибо руки у всех тряслись, как у балалаечников Из оркестра народных инструментов имени Курчатова И отпили мы, сердешные, бедные Из стылой бутылочки Из маленькой по одному спасительному глотку Ох, слава тебе, Господи Прости и помилуй, спасены Спасены на этот раз А что дальше будет, неизвестно Как завтра повернется судьба, не ведаем Быстро, для увеличения КПД водки И пива разводим костер Смешиваем бутылки из-под шампанского С колотым горлом то и другое И вот уже, товарищ ты мой, генерал-лейтенант После спасения Сам батюшка Кайф Коснулся наших внутренностей Отеческой своей рукой Кайф В раз тела от него молодеют Мысли появляются в смурной, тупой и болезной Парующей минут назад башке Весь мир, включая проклятый наш старопорохов Выстраивается, начинает на глазах И хочется душе чего-то такого Трудно даже сказать чего Высокого, настоящего, делового Полезного государства и людям Бескорыстного такого Решительного, партийного А главное чистого Ну, выпить еще одним словом хочется А потом уже по эскалатору вниз На второстепенную работенку Писать красной краской на ракетах Зловещий лозунг Смерть капитализму И вот, только мы в порядок Привели себя после вечерней маскировки Смотрим, человек бежит к яблоневому саду От нашего дома Босиком человек, хоть инием за ночь Прихватило осеннюю травку В кальсонах голубых И сиреневой майке Участковый Кое-кто думал рвануть когти Подальше от штрафа Но я командую Цыц! Участковый в кальсонах На маскировку работает Беды не будет Оставаться на местах Четвертинку притырить Подбегает зверюга запыхавшись Рыло фиолетовое Вот-вот задохнется Знаю я такие лица Они от смертельного сужения сосудов бывают Многолетнего, разумеется Тут-то Тетерин прав Братцы, хрипит Умоляющий участковый Братцы, спасите Дома не грамма Помираю Ей-богу, помираю Хоть пиво дайте глоток Хоть одеколона Спасите Руки-ноги отымаются Можно и лосьончика На лбу участкового Испарина Дышит неровно Поддергивается весь Глазенки бегают Знакомая картина Жалко человека бывает В таком состоянии Беспомощен он и болен И вся его случайная жизнь Зависит в такие минуты От наперсков Сшивого водки Или от полстакана Любой советской Барматухи Век не забуду Братцы, налейте Дышать трудно Грудь спирает Виски горят Нету Говорю жестокую ложь Сами девятый хер Без соли доедаем Запасать надо Ты из магазинов стерва С сумками волокешь А у нас маскировщиков Стреляешь Где нажрался-то Борец с алкоголизмом Праздник был Отвечает у меня Пистолет я потерял В понедельник Все уж думал Конец В петлю лезь собирался Пенсия моя накрывалась А быть может и свобода Нашелся он, братцы Нашелся Я его на складе Когда заведующую Улюлюкал Выронил Нашелся Ну и загулял Спасите Как же ты его выронил Вниз головой что ли стоял Спрашивает Тетерин Он любил Как инженер-изобретатель До сути вещей докапываться Не помню Сонька такое иногда Выделывает Что башка Как после карусели Кружится Дайте глоток Помираю Костер горит Значит грели Портвишок Нет, думаю Не получишь ты Паскуда глотка Не получишь Не ты ли костры наши Раскидывал Не ты ли штрафы Присывал За распитие спиртного В неположенных местах А кто отлавливал нас Как бешеных собак И волок Вотрезвиловку Ты гадина А главное Ты вредитель И возможно Шпион Срывающий Маскировочную Задачу нашей партии Ты себя Над нею поставил Да, говорю Вслух Ты поставил Себя над партией И неспроста По ночам Лаешь и воешь Нет у нас Для тебя Ни глотка Иди Продай пистолет И на вырученные Деньги Опохмелись Синеть Начал тут Наш участковый А кончики пальцев Белеют И не шевелятся Перетрухнул я тут Ну и водяру На змеи Переводить жалко Подожди Говорю Тетерину Не отливай в кусты Давай лей сюда В стакан Я это Конечно Тихо сказал Чтобы участковый Не слышал А может У него тогда С похмелья Уши были Предсмертной Глухотой Заложены Расстегнул Тетерин Штаны И налил Мне целый Стакан До краев Первой После ночи Мочи У него Так от пьяни Сужались сосуды Что он Извини Братец Отлить Иногда Не мог Без опохмелки Пей Говорю Участковому Пока горячая Градуса В ней Двенадцать Есть Точно Веришь Генерал Залпом Колотошный Наш Стаканчик Вымахал Ни капли Не расплескал Только Ахнул Лопушок Сорвал И занюхал До слезу Прощания С жизнью Со щеки Смахнул О, хорошо Век Не забуду Оживаю Братцы Вкусно Спрашиваю Солоновато И клопами Попахивает Но поправился Это вчера Пиво с коньяком Тетерин Перемешал Еще хочешь? Ну, не мешало бы Я деньгу могу принести На халяву Пить не собираюсь Неси Нам к одиннадцати Пригодятся Принес Одетый уже В форму Однако Пять рублей А Тетерин За все его Гадости И подлости Ему, между прочим Еще стыкашок Отлил Вернулся же Участковый Совсем пьяненький И веселый Поет Люблю Друзья Я Ленинские горы Там Хорошо Рассвет Встречать Вдвоем За кусону Принес Колбасы Лука Помидор Пирожков Каких-то И холодную Кость из супа Всю в мясе А аппетитных Хрящах Одним махом Второй стыкашок Врезал Тетеринской Мочи И за любимую Свою тему Взялся За Олимпийские Игры И алкоголизм С хулиганством Вот зря Генерал Ты мой Военный Не веришь Что мочой Опохмелиться Можно Это не означает Что нужно Я лично Один раз Спас так жизнь Одному Своему маскировщику Кожаному Кончался Человек Прямо у нас На глазах Чуем Не дотянет До 11 часов Не дотянет Минут 40 До открытия Рыгаловки Автомата Оставалось А он улегся Прямо на Ленинском Проспекте И кончается Язык синий Вывалил Глаза скосил Посерел Еле дышит Тетерин И зарассуждал Теоретически Как всегда Что не может В нас не быть Остаточного алкоголя В крови И в моче Если мы с утра Под тяжелой балдой Ходим Должен иметься алкоголь И хотя он разбавлен В нас Различными Безалкогольными Напитками Типа воды Все равно Можно его использовать В крайних случаях И сейчас как раз Выпал такой случай Спасти надо кожного Вон он Хрипеть уже начал Стаканы Между прочим Всегда у нас С собой имеются Поднесли кожного Полный Пену Как и положено Сдули Жахнул он его Дергаться перестал И минут через пять Зачирикал Ожил совсем А что пил Так и не разобрался Но вернемся Куческовому Разобрало его И понес он Всякую бодягу Про подготовку К олимпийским играм Мы говорит указ Секретный получили Вырвать с корнем Из Старопорохова К восьмидесятому году Язву алкоголизма Хулиганства Блядства Фарцовки Валютки И прочее Гости говорит Иностранные А их полмиллиона Собирается нахлынуть Чтобы поглумиться Над нашими порядками Должны увидеть На каждом шагу Безусловное стремление К коммунизму И идеологической Добросовестности В дни Олимпийских игр Всем невыселенным Из города гражданам Будет предложено Вернее приказано Прилично одеваться Лучше питаться Читать с особым выражением На лице Книги товарища Брежнева В метро Трамваях В автобусах И троллейбусах А также на ходу Можно при этом Пускать слезу Хохотать запрещено Потому что Ничего смешного В великой трилогии Писателя Брежнева Нет Запрещено Также образовывать Очереди О продовольственных И промтоварных Магазинов Очередь Больше пятнадцати Рыл Одновременно Будет рассматриваться Как злоумышленная Группа лиц И подвергаться Рассеянию И штрафу Граждане Тайком пробирающиеся Во время Олимпийских игр В город с периферии Для снабжения Своих семей Мясом Маслом И рыбой Должны быть Немедленно Сняты С транспортных Средств И этапированы К месту жительства Прописка В городе Москве И его радиусах Со вчерашнего дня Разрешается Только новорожденным Гражданам От родителей Имеющих Постоянную Прописку В городе Москве И его радиусах Остальные Включая Командировочных Временно Обязаны Считать себя Персонами Нонграта А вы Говорит Участковый Пьяницы И есть Таковые Персоны В тот же день Когда мы Костер Над ракетой Стратегической Разжигали Прибегаю я К памятнику Дзержинскому Становлюсь На карачке И стучу Бутылкой Зубровки По асфальту Чтобы Славка Меня услышал Оттуда Из-под земли Тоже Тук Тук Там тюрьма Подземная И прямо К ней метро Подвели Для маскировки Перевозка Жозаключенных По земле После Хельсинки Строго запрещена Славка Зову Славка Я вот-вот пить брошу Меня из партии Погнали по манде Мешалкой Мы с мамкой Тебе филе принесли С картошечкой Жареной С огурчиком Славка Больше я ничего не помню И только не надо Мне братец Мозги парить Что никакой ты Не генерал-лейтенант И вовсе мне Не брат родной А лечащий врач Ты говно В таком случае И я с тобой Разговаривать не желаю Если же ты Действительно тот За кого себя выдаешь То пропиши мне микстуру Я сплю плохо И в мозгу моем Голос Левитана Дребезжит От Ленина До Ануса Пострадавшего Восемь От Маркса Энгельса Десять До проезжей части Сорок Он мне покоя не дает Заглуши его Как свободу Ты гляди Замолк А может это Левитан Умер Он же старый Или же умер он давно Но перед смертью Вытянули Из него на Лубянке Все важные сообщения Плоть до Тысяча девятьсот девяносто Первого года И на пленку записали Не утаил поразительно И так выходит я в психушке Чудесно Чудесно И еще раз чудесно с маслом Раз никакой маскировки не существует Раз она плод Повтори пожалуйста Плод моего больного воображения Значит в фургонах мясо И ешьте тресковое филе Не возят водородные бомбы Но что тогда в них возят Если мяса нету в десяти километрах от Москвы А филе в самой Москве днем с огнем не сыщешь Что в них возят Где логика Молчишь Правильно Дуська моя говорит Хватит Феде маскироваться Человеком становиться пора Не читай ты газет Не ходи на собрания Плюнь на радио и телевизор И залгались они Феде С ума посходили Бздят на нас горохом А где была правда Там хер вырос Нам же бабам виднее Чем вождям Что с вами С нашими проклятыми мужиками происходит И прете вы за старыми козлами Прямиком на мясокомбинат Между прочим Доктор генерал Фельдшер маршал Лейтенант Брат санитар Это хорошо Что мы с тобой не родные Очень хорошо Я тебе всю правду скажу Братильник мой двоюродный Тоже Федя В Туле умер От заворота кишок Дают Туле город-герой А жрать герою нехера На полках скумбрия Ставрида Рассольник Колбасный сыр И прочие консервы И жога от них У пролетариата тульского Пряники же приелись До глистов и диабета Винище, однако Рекой льется Как везде Тут слух прошел Что Леоня должен приехать Что делать Набить же надо пузо народу Чтобы он на митинге Тихо стоял Газы пущал Отрыгивал И не вякал вопросов Провокационные Дернули на политбюро Микояна Он при Сталине был Главный советник По голоду И питанию населения Говори, Анастас, как быть Как моментально Тулу накормить Думал Микоян Думал И, наконец, честь отдал Додумался, докладывает В Москве Резерву в говядина нет Баранина из Новой Зеландии Задержана в Индийском океане Тайфуном Бетси Свинина очень жирная И тоже ее мало Предлагаю совершить Исторический рейд Особой отдельной Кавалерийской дивизии По маршруту Москва Тула Под девизом Городу герою По прибытии дивизии На тульский мясокомбинат Моего имени Немедленно начать убой Разделку туш И производство вареных колбас Сортов Отдельное и особое Которое уже завтра Можно выбросить Населению Кавалеристов же После сдачи Шпор Сабель И штандартов Переобуть В оперативные работники По охране Леонида Ильича И членов Обкома партии Дали Микояну Медаль За освобождение Тулы И зацокала Дивизия Лошадушек По шоссе На рысях На большие дела Все так и сделали Как велел Микоян Слышат алкаши тульские ночью Кони ржут Словно режут их Повскакивали с кроватей С мостовых С газонов С нар Думают Что горячка белая Начинается А утречком Бабы ихние Протерли глаза Ибо не верится Что вчера еще Голым-голо Было в колбасных отделах Там спортлото продавали Нынче же лежат Колбасины Красно-лилового цвета И пахнут Вполне натурально Отдельная Два двадцать килограмм Особая Два девяносто Разобрали ее мигом Как эшелон С дровами В голодный год Тут Брежнев прибыл Выпили все Закусили Колбасы наелись Сто семнадцать Теликов загнулись От завор до кишок И мне не легче Что директора Мясокомбината Перевели фирму Заря За то, что он Приказал заложить Фарш побольше Крахмала Чтобы всем Колбасы хватило Ну и митинг был Я его по телеку видел Стоят тулики Ушами хлопают Переваривают Особую отдельную Кавалерийскую дивизию Вместе с речью Леонида Ильича Брежнева Все он тогда сказал И про невиданные успехи И про неслыханный Трудовой подъем И про яркие вехи И про всенародный бой За качество продукции И про Ближний Восток И про Анголу Про все Не заикнулся только О героических трудностях Снабжения населения Продуктами первой необходимости Да здравствует Советское метро Самое красивое в мире Сказал напоследок И слинял Кавалеристов же В стройбат отдали Строить музей Тульского пряника Вот какие самовары И не надо меня Федора Милашкина Пугать да стращать Мы и так пуганные И застрахованные На гипноз же Меня не назначай Хватит Шестьдесят лет Нас гипнотизируете Нам и кажется идиотом Что шагаем мы вперед К коммунизму Что сложился из нас Человек нового типа И что все советское Означает отличное Хватит Если я завязал Перенесши Тяжелейшую белую горячку Если я героически Пить бросил И жду не дождусь Когда лягу спать На свежую простынку Рядом с женой Дуськой То мне ни гипнозы Твои бесплатные Ни калики-моргалики Не нужны А минозин Ты сам хавай Язык же мне никто не укоротит Он не штанина И насчет того Есть бомбовые заводы У нас под землей Или нет Я сам разберусь Поеду в деревню Колодец вырую И погляжу На твой вопрос Относительно тяжелой Умственной наследственности У моего сына Славки Отвечаю отрицательно Я лично до того Как пить начал Был токарем Восьмого разряда Дуська моя Шеф-повар Рабочей столовой Если бы она По Би-Би-Си Рассказала Чем кормит партия народ При том, что народ Откормил партию Как индюшку То много было бы шума Много Ты меня, крокодил Можешь сажать Куда хочешь Все равно я поеду В Хельсинку Получать премию За то, что я Бывший алкоголик Федька Отстаиваю Право человека Получать За свой титанический Труд Впервые в истории Мясо Масло Молоко Овощи и фрукты На столбовой дороге Человечества Маскироваться больше Не желаю И другим не велю Мы теперь С бывшим отцом Водородной бомбы Будем работать на пару Он пускай Качается Политбюро Права на счет Свободы слова Психушек Антуризма И так далее А я займусь Остальной жизнью Столовыми Гастрономами Промтоварами Вредительством Виноводочной Промышленности Пидорасами Длинноволосами Всего этого Не перечтешь Работа Непочатый край Делать мне все равно Будет нехера На второй группе По мании Преследования Вот я и займусь Вопросом Обмана Унижения И издевательства Над человеком В сфере бытового Обслуживания Затем обобщу Все это дело И пошлю В высшую правду Передовую Советская власть Плюс электрификация Нам до лампочки Пусть попробуют Не напечатать Да Я инакомыслящий И не мысли себе Такого положения При котором Для подгорного водку Выпускают Очищенную А для меня Осевушную От которой мою голову Молчу Ой, молчу Не надо звать Санитаров Молчу Но я скажу Еще всего лишь Одно слово Люди Не грейте На костре Портвейна Люди Ешьте тресковое Филе Оно вкусно И питательно Долой солнцедар Шайбу Москва 1977 год Дорогие друзья Все права Защищены Дорогие друзья Дорогие друзья Дорогие друзья